о приближении треугольника одностороннего. Напоминаю задачу. На коскости даны произвольные три точки АВЦ. Мы их обозначали буквами А маленькая, В маленькая, С маленькая, для того, чтобы понимать, что это, что называется, комплексы числа. И требуется сделать такую штуку. Приблизить треугольник как можно лучше равносторонним треугольникам. Вот давайте, например, вот это А, вот это В, вот это С. Мы ищем такой равносторонний треугольник. Ну уж я не знаю, как он на самом деле будет выглядеть. Ну вот как-то так, да. Вот он должен быть равносторонним. Так, вот это точка А, это точка В, это точка С. А это вершины, по-моему, там его обозначали К и М. Все правильно помним? Вот. Мы хотим, чтобы была минимальная та край величина. АКТ в квадрате, БАТ в квадрате и СМ в квадрате. Это вполне разумное понимание задачи о приближении. Считаем сумму квадратов, хотим, чтобы она была как-то меньше. На самом деле, в этом случае можно и так сделать. Минимизируем максимальную измельчину АКТ, ВЛТ и СМТ. Вы увидите, когда вы решили эту верхнюю задачу, что на самом деле автоматически ее ответ будет и ответов ВЛТ. Так вот, формулы уже были выписаны. Просто тогда вы не очень понимали, что они означают. Давайте сделать так. Вот это выражение обозначим, как и в луке. Например, Д. Замечательно. И напишем эту самую букву Д следующим способом. Что такое АК в квадрате? Это К минус А умножить на К минус А с чертой. Что такое ВЛТ? Это точка L минус B умножить на... То есть здесь без черты, а здесь он будет без чертой. На этой чертой. Черта это полностью спряженное число. И, наконец, там, если мы ищем точку M, то надо умножать на M минус С с чертой. Дорогие господа, когда вас интересует квадрат какого-то отрезка, то на самом деле это то же самое, что умножить этот отрезок на его сопряженную. Поэтому, когда вы увидите математик произведения сопряженных чисел, не удивляйтесь. По сути, это возникает вот отсюда. Почему? Потому что если число Z, это А плюс Б, в общем-тое число, то Z спряженное, это А минус Б. И, соответственно, когда вы умножаете Z на Z спряженное, вы получаете просто любимую фортуру, что но... Фортуру, скажем умножения, сумма умножается на разность. Да, это будет А в квадрате минус Б в квадрате и в квадрате. То есть на самом деле А в квадрате плюс Б в квадрате. Замечай. Какое же это имеет отношение к преобразованию Фурье и, ну, вообще, к чему бы то ни было. Господа, вот как? Как записать на плоскости любой правильный треугольник? Вот давайте подумаем. В принципе, если мы собираемся искать правильный треугольник, то каким образом мы можем задать его? А вот как? Можно задать центр. И можно задать векторы, которые ведут из этого самого центра в В. Таким образом, любой правильный треугольник получается следующим способом. Есть некий центр, я не знаю, как оба то есть, там Х. Замечательно. Дальше. Есть вот этот вектор, это Х плюс И. Есть следующий вектор, это Х плюс И. И есть следующий вектор, это Х плюс И омега в квадрате. Я напомню, что у нас омега, это поворот на 120 градусов. Минус одна вторая плюс И корней из трех пополам. Это число с аргументом 120 градусов. Вот они три числа. То есть этот вектор И, то этот будет И омега, а этот вектор будет И омега в квадрате. Вот это Х плюс И. Это Х плюс И омега. А вот этот вектор будет Х плюс И омега в квадрате. Замечательно. Теперь давайте вспоминать, что вообще у нас было, когда рассуждали о преобразовании Фурье. Фурье, внимание, преобразование Фурье, когда n равняется трех. Там были какие-то формулы, в том числе там был район Соконшевеля. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами, что называется, увидели бы его своими руками. Вот этот треугольник, это число один, это число омега, это число омега в квадрат. Вот здесь у нас минус одна вторая. Вот этот вот отрезочек, это И корнисты пополам. Замечательно. Если есть три числа А, Б, С, вспоминаем, какими формулами записывали преобразование Фурье и обратное преобразование Фурье. То есть прямое преобразование Фурье писали так. А плюс Б плюс С. Так, ребята, давайте я буду писать сразу, что называется, в моих обозначениях, потому что Шкредов при обратном делил на три. Давайте я буду при прямом делить на три. Просто здесь это даже естественнее, потому что А плюс Б плюс С делить на три, это как раз и есть точка, причиняя медиа треугольника. Итак, в одну сторону преобразование было такое. А плюс Б плюс С разделить на три. Дальше ушло А плюс Б омега в минус первой, плюс С омега в минус второй разделить на три. И А плюс Б омега в минус второй разделить на три. Я не имею сейчас возможности напоминать вам, откуда это все возникло, но, уверяю, надо посмотреть те лекции и увидеть, что это там было. Это вот для случая Н равно треугольника так записывается преобразование Фурье. Отлично. А как записывается, господа, обратное преобразование Фурье и почему оно нам в данном случае интересно? Давайте вспомним. Обратное преобразование Фурье записывается так. Если у нас есть какие-то величины х, у, и з, то из них обратное преобразование Фурье дает следующее. х плюс у плюс з, это одно число, другое число, х плюс у омега плюс з омега квадрат, и третье число, х плюс у омега квадрат плюс з омега в четвертый. Ну, на самом деле, омега в четвертый то же самое, что омега, это может быть даже не вся, это какая-то степень. Замечательно. Давайте теперь посмотрим, какое все это может иметь отношение к нашей задаче и сравним вот эту противку вот с этой. Я специально написал формулы рядом, чтобы вы не смогли сказать, что не видите. Ребята, вот для каких-то там трех чисел комплексов мы получили такую тройку. Я здесь выписывал х плюс у, х плюс у омега, х плюс у омега квадрат. Посмотрите сюда. х плюс у, х плюс у омега, х плюс у омега квадрат. Это то же самое. То есть правильные треугольники появляются, когда z равно мулю. Вот если z равно мулю, тогда получаем правильный треугольник на путь. А если z не равно мулю, ну, дело в том, что здесь в каком-то смысле это вращается в одну сторону, а когда омега квадрат, будет вращаться в другую. То есть, если вы посмотрите на какой-нибудь вектор z, вот представьте себе, здесь будет какой-нибудь вектор z добавлен, то дальше он будет добавлен повернутый не на 120 градусов, как нам хотелось, чтобы получить правильный треугольник, а повернутый на 120 градусов по часовой стрелке, не против, а по. То есть, будет вот как-то примерно так выглядеть z омега квадрат, и, соответственно, здесь будет прикладываться примерно так вот z омега, да, они, пока это все неформально, они, что называется, в другую сторону повернуты, чем нам хотелось бы в движении, так, теперь надо каким-то образом превратить формулу, которую я написал, в решение задачи. Вот, ребята, здесь в точности работает равенство подширения. Просто один из способов бояться, что это там об лупости какие-то рассказывали, а вещь, имеющая отношение к реальности, это вот, как мы должны вспомнить, вспомнить, как же там шучу разговоры. У нас по любым трём точкам на плоскости можно построить их преобразование на плоскости. Правильно? Есть обратное преобразование, которое вот из этих трёх величин делает эти три точки на плоскости. Замечательно. А теперь мы делаем следующее. Мы берём не просто наш треугольник АВЦ, а мы берём ещё другой. Мы берём треугольник КЛМ. КЛМ. Отлично. От него берём его. Ну, я не буду выписывать, да? Замечательно. Ребята, что у нас получится в качестве преобразования Фурье от треугольника КЛМ? Ну, на самом деле вот здесь можно учиться. Здесь получится его центр К плюс Л плюс М на 3. Здесь получится К плюс Л амем минус 1 плюс М махем минус 2 делить на 3 А вот здесь получится но потому что так бывает и правиль любви. И равенство планшереля означает следующее, что когда вы здесь возьмёте равность и умножите её на спец спряжён то когда вы здесь делаете так же то у вас эти величины ну непонятно вовремя качество будет отличаться давайте сейчас посмотрим как это равенство будет выглядеть А минус К по модулю в квадрате плюс Б минус С по модулю в квадрате плюс С минус М по модулю в квадрате по равенству планшереля это есть следующая штука А плюс Б плюс С разделить на 3 минус Х давайте я вот эту обозначу Х а вот эту обозначу У по модулю в квадрате на самом деле мы же ищем эти кайли дальше пойдёт плюс А плюс Б Омега в минус первой плюс С Омега в минус второй разделить на 3 по модулю в квадрате так да-да-да-да здесь ещё минус Y вот и плюс а здесь плюс вот это плюс ещё последнее слагаемое А плюс Б Омега в минус второй плюс С Омега в минус четвёртый разделить на 3 и в на самом деле в сколько раз различаете эти выражения вот эта форма которую я написала неправильная так быстро узнать на самом деле где я там если честно я в 3 раза ошибся правый участник умножить на 3 вот здесь вот по большому счёту А в квадрате разделить на 9 и здесь разделить на 9 и здесь разделить на 9 поэтому правый участник умножить на 9 вот ну это как раз мне в ничем волнует потому что это постоянный множитель а я решаю задачу на максимум применение и вот я сейчас задаю простой вопрос понимаете ли вы что этого равенства что называется абсолютно достаточно чтобы понять какие же должны быть Х и У или не понимаете у нас есть выражение А В С это постоянные числа вот у нас есть такое равенство кстати если вы не верите во всю эту науку про Фурье вы можете просто здесь скобки все раскрыть и честное слово всё получится вопрос как выбрать Х и У и З а нет З не бывает у нас треугольники задаются параметами Х и У как выбрать Х и У чтобы эта величина была бы минимальной это понятно или непонятно Х это А плюс Б плюс С делить по А3 Х это А плюс Б У нас есть одно слагаемое в котором стоит разность Х и известные нам величины разведенная в квадрат Как выбрать Х чтобы она была как можно меньше Х это вот это правда отлично как выбрать У У это вот это всё то есть задача из сложной когда был какой-то немонятный треугольник превратилась благодаря равенству фланшереля в абсолютно понятно Х это вот эта штука извините пусть делайте Х это средняя архитрическая АВЦ то есть точка лечения идеал и и это вот это менее понятно но тем менее кстати формулу выписали ровно такая и была на лекции которые были тогда остатки а вот это неустранимый что называется остаток треугольник то есть как не выбирать Х и у они же этого все равно не будут значит мы поняли что в наилучшей ситуации точки искомого равностороннего треугольника находятся на одинаковых расстояниях от правильных треугольников понятно потому что вот это вот эта величина дает тот самый что называется вектор который Z Z Омега в квадрат и Z Омега в четвертую замечательно значит про правильный треугольник все поняли величины XY мы нашли а теперь давайте поймем а почему вот эта задача на самом деле получилась как только мы решили повторяю вопрос почему эта задача тоже получилась у нас есть правильный треугольник который оказался самым лучшим самым 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 да обратите внимание что у нас сейчас получилось у нас вот эта величина вот это состояние вот это состояние и вот это состояние они оказались одинаковыми это длина того самого треугольника света правильно при этом мы знаем что никакого треугольника у которого вот эта сумма будет меньше не существует на свете треугольника если то если то все меньше то тогда это означало что при помощи правильного треугольника мы сумели к точкам а б и с приблизиться сильнее чем это произошло вот эти треугольники каэли ну а значит сумма квадратов уменьшилась если каждая слагаемая уменьшилась значит сумма квадратов тоже уменьшилась а это невозможно я думаю что я понятно объяснил треугольник давайте единственное все-таки я должен наверное быстро объяснить как же эта несчастная равенство полотшевеля записывается если вы ничего не поняли про преобразование фуньер но все-таки хотите разобраться в задаче про правильный треугольник понятно что можно взять разность этих векторов и вместо а-к писать какую-нибудь букву вместо б-н писать какую-нибудь букву замечательно значит равенство полотшевеля на самом деле означает следующее что сумма квадрата модуль то есть модуль а в квадрате плюс модуль б в квадрате плюс модуль ц в квадрате я не считаю что а это то самое а минус к уже просто иначе слишком время это следующая штука это есть три умножить на а плюс б плюс ц на три умножить на а с чертой плюс б с чертой плюс б с чертой плюс так я три поставлю сразу за скобку и поехали писать плюс а плюс б омега минус первой плюс ц так плюс ц омега разделить на три умножить на а с чертой плюс б с чертой омега плюс ц с чертой потому что смешет как омега и так и наконец плюс а плюс б омега плюс c омега в квадрате разделить на три умножить на а с чертой плюс б с чертой омега в квадрате плюс c с чертой омега и разделить на три это конечно выглядит совершенно ужасно но если посмотреть если посмотреть то смотрите а квадрат вообще где он бывает а квадрат бывает с таким коэффициентом вот здесь одна девятая здесь опять одна девятая здесь опять одна девятая отлично одна девятая три раза умножить на три это как раз то что надо выражение симметричное поэтому на самом деле если я проверю для букв скажем АВ вы уже поверите мне замечательно смотрим как у нас вообще бывает выражение АВ с чертой АВ с чертой здесь вошло с коэффициентом одна девятая дальше здесь оно уже с коэффициентом омега разделить на девять и здесь оно вошло с коэффициентом омега квадрат ребят вот и все это же ноги ну и так же все остальные уничтожаются то есть равенство подширения это совершенно не такая уж сложная вещь но оно дает решение задачи между прочим если бы была задача на плоскости дан 15 уголь требуется в таком же смысле суммы квадратов приблизить его правильно 15 уголь то мы тоже сразу выписали его ответ то есть ну как сумма делить 15 и вот такого типа выражения вполне дали нам ответ получить правильно 15 уголь выяснили